Ну-ка, что за бренд я сейчас закрыл рукой? Ладно, давайте без интриг. Это Блади. И вы видите, что эти ребята кардинально поменяли свой подход как к оформлению упаковки, так и к дизайну самих аксессуаров. И теперь только логотип, привычный логотип напоминает нам, что внутри все-таки те самые Блади, которые, чего уж там, довольно часто были у меня в обзорах на канале. И знаете, я раньше хвалил их дизайн, но время идет, все меняется, компания развивается, эволюционирует. И сегодня я могу сказать, что они стали выглядеть как-то что-ли более респектабельно, более сдержанно, при том, что сами аксессуары все-таки остаются такими вот яркими, интересными внешне. Итак, это Afotec G530 Блади, игровые наушники с поддержкой виртуального 7.1 звучания. У меня уже были на обзорах разные представители гарнитур игровых с этой же технологией от других брендов. Но вот как раз таки от Блади, по-моему, еще не было. И тем интереснее будет посмотреть, как компания реализовала эту технологию в своих аксессуарах. На коробке, как всегда, перечисляются характеристики и изображена сама гарнитура. Еще есть такое вот маленькое окошко, через которое вы можете увидеть аксессуар прямо вот на витрине, не распаковывая эту коробку, чтобы не покупать кота в мешке. Сейчас озвучивать характеристики не буду. Если вам интересно, вы можете сделать вот сейчас стоп-кадр и ознакомиться уже подробнее. Или переходите по ссылке, ниже будет в описании, ссылка на текстовую версию этого обзора. И там тоже будут приведены все эти характеристики. Наушники вот такие, они не очень крупные. Используются амбушюры, мягкие такие, из кожзама. С ними точно проблем не будет. Сегодня практически все производители используют аналогичный материал. Что сразу хочу отметить, наушники легкие. Не знаю, вот сейчас перед глазами у меня нет, какую цифру там заявляет производитель, но по жизни вот они воспринимаются очень легкими, насколько вообще легкая может быть гарнитура этого класса. Для тех, кто любит играть подолгу, это, конечно, плюс, потому что голова и шея не так устают. На левой чаше есть гибкая ножка с микрофоном, на конце подсветка. И я к ней, в принципе, привык. Но поначалу немного отвлекает, что у вас вот всегда где-то боковым зрением во время игры или работы вы видите такое вот световое пятно в расфокусе. Тут два варианта. Либо, как я, привыкните, либо будете вот как-то отгибать этот микрофон. Радикально его отстегнуть или спрятать не получится, а хотелось бы иногда это делать. Вот это мягкое оголовье регулируется таким образом. Очень удобно, на самом деле, оно подстраивается под любую форму вашей головы. Ну, а металлический каркас обеспечивает надежность. К надежности тут вообще никаких вопросов. Самая интересная, пожалуй, часть с точки зрения дизайна, это вот эта гладкая поверхность чаш. Видите, здесь такая красная подсветка. И что очень важно, что меня порадовало, это не тот вариант, как, знаете, новогодняя елка в дешевых китайских безымянных аксессуарах, а вполне себе так респектабельно выглядит. Подсветка светодиодная, не RGB, то есть настроить цвет не получится. Вот как по умолчанию он красный, так и будет. Кабель без тканевой оплетки. Мне, в принципе, больше нравится вариант в тканевой оплетке, но здесь ее нет. Зато сам кабель достаточно толстый и, скорее всего, будет надежным. На конце обычный USB-коннектор. Важный момент, пульта на проводе здесь нету. Учтите это, если вы привыкли к такому элементу управления. Здесь регулировать, например, громкость придется с компьютера. Или вот с помощью такого регулятора. Здесь он маленький, такой, на левой чаше. Но нащупать его несложно. В принципе, когда вы привыкаете уже к этой гарнитуре, то легко найдете этот регулятор на ощупь. Традиционный тест микрофона. Это видео пишется по-прежнему на камеру, а звук пишется уже в компьютер через гарнитуру. То есть на вот этот вот микрофон. И вы услышите тот звук, который будет слышать ваш собеседник в скайпе и внутри игровых чатах. Ну и о главном же не сказал, о звуке. Смотрите, если вы берете гарнитуру чисто для игр или послушать, может быть, музыку на фоне во время игры или работы, то берите смело. Никаких проблем у вас не будет с ней. Вот этот эффект виртуального 7.1 звучания объемного, на мой скромный взгляд, а я не музыкальный эксперт, так вот, по-моему, он звучит точно так же, как и в других более дорогих топовых гарнитурах от конкурентов, которые были у меня на обзорах на канале. При том, что эта модель стоит в 2, а то и в 3 раза дешевле. Да, возможно, где-то там по частотам те наушники более дорогие звучат ярче. Но если говорить именно о 7.1 звучании, вот этом виртуализации, то, по-моему, одинаково, что здесь, что в более дорогих моделях. На этом все, друзья. Стоит эта гарнитура 1200 гривен или около 40 долларов. И, по-моему, это отличная покупка. Смотрите, игровая гарнитура с неплохим дизайном, хорошей эргономикой и всеми фишками более дорогих моделей этой категории. Разве что пульта на проводе нету и микрофон нельзя ни задвинуть, ни отстегнуть. Тем не менее, цена очень-очень аппетитная. И если вот выбирать гарнитуру себе для игр, то я, скорее всего, остановился бы на этой более доступной модели, а на разницу в цене что-нибудь в компе проапгрейдил бы. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии, что думаете об этой гарнитуре и о рестайлинге продукции Блади. И до скорого, у меня еще много интересного. Пока.